КА-1 Смешанные боевые искусства. Их часто называют боями без правил. На деле это сочетание множества техник различных школ единоборств. ММА имеет несколько направлений, но в целом этот стиль характеризуется полным контактным боем с применением ударной техники и борьбы как в стойке, так и в партере лежа. В бою разрешается бить лежачего противника и ногами, и руками. Не первый раз в Далговпилсе проходят бои К-1 и ММА. В этот раз в Олимпийском центре собрались поклонники этих видов единоборств. Участие приняли спортсмены из Далговпилса, Риги и соседней Литвы. Правда, по словам организаторов, при планировании турнира они столкнулись с одной проблемой. Сложность в том, что ребята есть и готовые ребята, которые бы могли, но они почему-то все от нас уезжают. В принципе, если даже взять географию прошлого года, позапрошлого, остался только один, это Михаил Кабалевицкий. Все звезды, которые выступали, которые ездили и в Европу выступать, и в Ригу, то есть все уехали почему-то как бы за границу. В Латвии никто, в принципе, из ребят оставаться как бы не хочет, потому что это уровень цен, порядок, уровень жизни, то есть иной. Поэтому, если ты что-то умеешь, ты можешь себе подороже продать, отдать, то есть где-то тебе могут подороже это купить. И все же Далговпилс набрал довольно большое количество участников. Настоящей звездой турнира стал Далговпилчанин Михаил Левицкий. Долгое время юноша занимался борьбой, а в последнее время увлекся ММА. По словам Михаила, ему не страшно выходить на ринг, даже если соперник действительно очень силен. Уже как шестой бой, уже как-то привыкший, не знаю, как-то уже нормально, не страшно. А какие-то свои приемы выработали? Ну, моя база это борьба. Я 8 лет уже отдал борьбе греко-римской. Вот хочу поблагодарить своего тренера, раз мне предоставляет такая возможность, Виталия Станиславовича Верденша. Вот он мне поставил всю мою школу основную. А затем Андрей Павловский, это мой тренер по ММА, показал мне, объяснил, что такое ММА. Почему ММА, а не К1? Ну, потому что К1 это бокс и кип-бокс. Это, считай, одно и то же. Но я как борец, мне до ударки далеко. Моя база, опять же, так я говорю, это борьба. Поэтому с боксом я не так близко знаком. Михаил был настроен на победу, но в итоге все же уступил сопернику из Литвы Нерелиусу Слепетесу. Кроме него, наш город представляли и другие спортсмены. Часть из них – воспитанники Андрея Павловского. Тренер сам в прошлом выступал в боях без правил и сразу отметил ряд изменений. Бои стали более безопасными. Свод правил расширился. И, скажем так, если многие люди путают микс-файтеры, то есть смешное единоборство считает их какими-то такими жесткими. Это сейчас уже поменялась ситуация. И есть свои правила, есть свои условия ведения боя и так далее. То есть сейчас намного безопаснее. Экипировка позволяет чувствовать себя достаточно уверенно бойцам. Ну, конечно, опыт нужен. Бойцовский опыт нужен, чтобы участвовать. В этих соревнованиях трое Догов-Пылчан праздновали победу. Отличились Эдгар Султанов, Эдгар Умбрас и Максим Пирошенок. Остальным уже немного не хватило везения.